Сегодня я обычно читаю всегда на земле, понимаете, ну мы живем на земле и ВВП нашей страны это 70% дает геологию. К сожалению, геология находится в загоне сейчас, но бурят на нефть не так много как раньше, но бурят все-таки, но и другие полезные ископаемые ведь тоже нужны. Мы говорим, не хватает лития у нас, а все батарейки-то, они никакие, литий у них. Мы добываем немного лития, отдаем Китаю, Китай делает батарейки и продает нам. Редкий элемент, у нас было 4 завода, сейчас один и то полуфабрикаты, отдаем Китаю. Китай делает изделия и продает нам, вот так и живет все. Так что геология, понимаете, даже если не брать полезные ископаемые, которые стоят основу вообще нашего государства, в принципе, у нас есть все. Вот редкая страна, где есть все, ну меньше, больше, но есть все металлы, все горючие полезные ископаемые, это все есть. Но вот с добычей, или, как говорят, горняки, с добычей всего этого дела, дело обстоит не очень хорошо. Ну, потому что нет денег на образование, разработок, шахт, карьерах. Вот я прилетел из Нальчика, недавно был на Кавкаде, я там всю жизнь работал на Кавкаде. Тырны, Аус, Навоксаль, Молептен и Вольфрам, 75% Молептен и Вольфрам отдавало этого месторождения. Сейчас там ничего практически нет. Что-то теплится еле-еле. Я посмотрел, ну там были стычки, там были ваххабиты, ну вроде их ликвидировали, но тем не менее, производство не работает. Но ведь кроме вот земли, на которой мы стоим, есть еще и океан. Вот, как ни странно, мы, ну океан далеко от нас. Что говорить? Только на севере мы сейчас стали осваивать шельфы, а остальное-то нет. Так вот, я хотел поговорить с вами вот об этой воде, которая в океанах, и вообще, что такое океан. А океан – это очень многое. Вот вся погода, которую мы зимой испытываем, и прошлую зиму, и перед этим, это все Северная Атлантика. Не было бы оттуда, у нас бы ничего не было. Можете рассваривать, как санкции кое-кого на нас. Вот эти циклоны, которые идут, они необычны. Обычно циклоны так не ходят, а в этом году, и в прошлом, и позапрошлом, они идут вот так. Так вот, давайте поговорим об океанах. И еще два слова вообще. Я считаю, что, ну я геологам говорю, всегда полезно знать свое место, где вы находитесь. Вот Земля, крохотная планета, радиус 6371 километра. Еще есть 8 планет. Было раньше 9, но Плутон ликвидировали как класс. Несколько лет назад на астрономическом конгрессе, в Чехии был конгресс. Его вывели из состава планет, а Плутон открыли американцы в 1936 году, и они до сих пор еще не успокоятся никак. Но буквально в этом году открыли еще одну планету за Плутоном. Может, у нас и 9 будет теперь планет. Но все эти планеты, они все вращаются вокруг Солнца. Но удивительно, я вот Елена Алина сейчас сказал, что по опросам Левада-центра, 30% населения России верят, что Земля плоская, и что Солнце вращается вокруг Земли. Это несмотря на то, что вы все яганутые, я так понимаю. Ну не бедно, правильно? Все, да. Но географии, вот астрономии-то нет, у вас абсолютно непорочность. Есть окружающий мир, первое занятие, Земля круглая. Ну, вот я только что рассказывал, вы знаете, у меня внучок в третьем классе. Я уже 4 лекции читал в 2-м, в третьем классе. Я думаю, ну что же ему рассказать, что Земля шарит. А мне вот такая вот пигалица говорит, а вы знаете, что если свет удаляется от вас, то смещение идет в красную сторону спектра. Я говорю, милая, так это эффект Доплера? Вот-вот, она мне говорит, в третьем классе. Ну так вот, Земля маленькая, Солнечная система очень маленькая. Солнце с желтой карли, класса 2G. Вообще на него внимание обращать не надо, так как таких звезд миллиард. Мы находимся в галактике Млечного Пути, любимой вами, Милки Вэй. Вот этот Милки Вэй, он имеет всего 120 световых лет в диаметре. А световой год, это 9,6 на 10-12 степени километров. Ну, досуги поможете, узнаете расстояние. Ну, это одна галактика. А таких вот галактик миллиарды. Вот понимаете, миллиарды. И все удаляются от всех. Вот не звезды удаляются, звезды в галактике все спальни. А удаляются все галактики. И чем дальше галактика, тем она быстрее удаляется. Но всех интересует, ну а где же край всего этого? Вот недавно с телескопа Хаббл, уже он летает, по-моему, 15 лет, или 15 лет, по-моему, да. Изумительные фотографии, кусочек Вселенной, на который 10 тысяч галактик. 10 тысяч. Маленький кусочек. А таких галактик, ну, суммы неизвестны, может, миллиард, миллиардов. А может, еще больше. Ну, а где же край всего этого? А вот край, горизонт обозрения. Вот это другое дело. Это тот вот горизонт, от которого нам доходит свет. Скорость света известна. И вот в 13,8 миллиардов световых лет – это край. Вот что за ним, мы не знаем. И вряд ли, когда ничего знают. Хотя сейчас набирает, воворот, идея о том, что ни один универсум, ни одна Вселенная, а мультиуниверсум, что их много. Вот как шарики, которые, знаете, надувают ребятишки мыльные пузыри. Вот одна Вселенная, вторая, та больше, эта меньше. И в каждой свои законы. Ну, это предположение. Я к чему иду все-таки? Опять, знаете, свое место. А мы – это не то, что пылинка даже, но вообще микро какой-то объект. Но так уж получилось, что на этом микрообъекте есть жизнь. Вот это тоже проблема, понимаете. А жизнь появилась на нашей Земле по последним данным 3,8 миллиарда лет тому назад. Было 3,5, сейчас 3,8. Про кориоты. Безьярный организм. Но возраст Земли 4,5, значит, всего прошло 700 миллионов лет и уже появилась жизнь. А жизнь – это способность к воспроизведению. А это, понимаете, это аминокислоты, а это ДНК, это РНК и так далее начинается. Хватило времени, 700 миллионов лет для этого или нет? В последнее время появились еще и очень развиваются вот мой приятель, сокращенный академик Розенов, он директор Палеонтологического института, в метеоритах нашли якобы окаменевшие вот эти прокариоты. Но мнение разделилось так, 50-50. Одни считают, что это да, другие считают, что это нет. Но если это так, то, понимаете, жизнь тогда пришла к нам оттуда, поэтому все и хотят найти где-то на жизнь. Для жизни нужна вода. Вот так уж получилось на Земле, что у нас и солнце светит не так ярко, и температура в среднем на Земле 14 градусов плюс. И вода у нас есть, вроде вот все есть, вот так у нас, а на других ничего нет. На Марсе вода наверняка есть. Вот сейчас Аппорт Юнити, который там ползает уже который год, он должен эти вот пробурить там. Но вода и так есть. Там же есть реки, были вернее реки, следы этих рек и так далее. Но вот это Земля. И вот на этой Земле есть океаны. И вот эти океаны, первый вопрос возникает, откуда вода на Земле-то вообще? Ну, понимаете, если вы читали Ветский Завет, то там сказано, что Земля была безвидна и пуста, и мрак над бездном, и Дух Божий носился над водами. А потом уже отделили, значит, свет от тьмы, твердое от жидко, и появилась вода тоже. Я вот задавал священникам вопросы, я говорю, ну, если вода была, зачем вторая вода-то? Две воды получается. Я говорю, вы ответьте мне, причем священники и геологи бывшие, у нас довольно много, понимаете, наслушавшись о Земле все, они пошли в религию. Ну, я говорю, ну, как, это сложный вопрос. Я говорю, я и задаю тебе, я одного бывшего студента, я тебе и задаю вопрос. Это была не та вода. Я говорю, какая вода? Ну, вот не та. Вот весь ответ, понимаете. Но я, так сказать, исторически не образован, но литературу то читаю. У шумеров, у них представление о мире было такое, чтобы была вода верхняя и была вода нижняя. Верхняя вода – это дождь. Ну, такие рисунки есть, вот как они рисовали, а это четыре тысячи лет до нашей эры. Может быть, это оттуда и пошло, говорит, Хизавет. Понимаете? Может быть. А может быть – нет. Ну, не ясно. Ну, вот откуда все-таки вода? Понимаете? Обычно у нас студенты говорят, как откуда? Дождь идет. Я говорю, ну, а дождь-то откуда? Вот, понимаете, эти вопросы, они очень непростые. У нас картины трясения. Кстати, вчера было в Самаа сильное землетрясение. И последняя новость, я могу сказать, 8 февраля. Нет. Да, 8 февраля. Первый раз в истории метеорит убил человека. В Индии. Метеорит, как кулак, попал прямо в Индусы, вот в кратер, ну, метр, наверное, не больше. Это, по вероятности, одна восьмисот тысячная. А погибнут в авиакатастрофы, одна шестнадцатимиллионная. Сколько гибнут в авиакатастрофы, и вот, знаешь, одного нашла, вот, метеорит нашел, понимаете, убил его, попал в него прямо. Это вообще первый раз за всю историю наблюдения. Так вот, откуда вода? Она может быть с другой планеты. Вот верхний кран, который открывается. Она может быть и с самой Земли. Я скажу, вот видите, рука сжимает Землю, вода течет. И третье, это кометы, и метеориты, и астероиды. Вот Земля вообще планета океанов. Семьдесят два процента, лучше двух третий, покрыта водой. Но масса-то, это всего две сотых процента от массы Земли. А вот у нас, видите, вот до плечи, это мы вода. И только выше там остается что-то неводяное. Значит, вода играет огромную роль во всем этом деле. Вот такой рисунок сделал. Смотрите, Боинг, триста тонн. Тонн, а это океан, нет, это Земля, простите. А океан, это один человек, семьдесят пять килограмм. Вот соотношение воды и Земли. Вот это надо понимать. Но тем не менее, неиссякаемые источники воды, астероиды и кометы. Вот внизу, это знаменитая комета Чурюбова-Герасименко. Это наши астрономы ее открыли, по-моему, в шестьдесят девятом году. Это ядро кометы, естественно. К ней направили спутник. Он 10 лет летел и, наконец, приблизился, снял. Вот детальное ее изложение. Это комета. Ядро кометы, это куски льда, в которой импрегнированы какие-то космические частицы. И все. Значит, если комета падает на Землю, вот вам вода и достается. Но и в астероидах воды полно. А астероиды это больше, чем метеорит. Понимаете? И есть астероиды. Посмотрите, Церера. Она крутится 900 километров в диаметре. Почти тысячу километров. И вот недавно там зафиксировали выброс фара. Вот с такой скоростью. Два тысячи килограмм в час. Значит, там есть вода. Ну, может быть, не обычная вода. Она разная может быть. Но, тем не менее, вот это источник. Но если метеориты падали на нас, так же, как падали на Луну. Посмотрите на Луну. Она в тяп кратерах. Это бомбардировка, которая была 3, 9, 4, 2 миллиарда лет тому назад. Это было... Когда исчерпывались те планеты-земали, частицы, из которых образовывалась Солнечная система. Вот видите, значит, вода есть. А вот на Земле есть ли вода та, которая пришла на зове. Вот формирование Земли пришла из астероидов этих. Вот сделали такой опыт, понимаете. Значит, чтобы понять это, надо изменить, изучить соотношение изотоп-водорода. У него много изотопов. Но три наиболее распространенные это Дейтерий, Проти... То есть, Проти, Дейтерий и Трити. А вот как это сделать? Значит, вот американцы в Исландии вытащили кусок породы, который явно был из мантии. То есть, ниже земной коры. И изучили там это соотношение. И полученные соотношения Дейтерия и Проти оказались такими же низкими, как в самых древних метеоритах. Метеоритов-то много, они падали, падают и будут падать всегда. Значит, в недрах планеты есть древняя вода. А вот насчет комет, тут, конечно, вот хороший бы способ. Но за всю историю Земли вот так зафиксировано может быть только один случай. Это так называемый Тунгусский метеорит. Метеорит я пишу в кавычках, говорю. Потому что в 908 году около поселения Ванавара на подкаменной Тунгуске значит, упал какой-то объект, или не упал объект, раздался взрыв колоссальный, на небе была полоса дымная, даже красноватая, то есть, может быть, огонь был. И, значит, на этом все кончилось. И в это место только в 21-м году могла пройти экспедиция. Кулик такой был, он был минералом. Но он туда проник с трудом, значит, восьмой год и 21-й, в какое время. Вот я там был в 56-м году, а это гиблое место, там болото, комары, гнус, и только лиственница. Так вот, Кулик что увидел? На площади более 2000 квадратных километров весь лес упал. Причем он упал из центра. Вот если я эпицентр, то вот во все стороны упал лес. Но пожара не было. А вот в центре лес некоторые стволы стояли. Ну, метеорит. И все стали искать. Вот с тех пор, сколько не ищут, ни одного кусочка не нашли. Поэтому вполне вот вероятно, что это была комета, или часть кометы, которая, проходя сквозь плотные слои, нагрелась и взорвалась на высоте километров 5-6-10, может быть. Поэтому весь лес и лег. И итальянцы, вот не мы, а итальянцы, ну, лет 10 тому назад, они взяли лиственницу, которая осталась в центре, сделали спил. Годовые кольца 909-го года, 10-го оказались шире, чем годовые кольца 8-го, 7-го и так далее. Они объяснили это тем, что весь лес упал, и поэтому больше было солнце, и лиственницы росли более энергично. Мало того, они в кольце 908-го года нашли выпотевание смолы, а смола, ну, с основной доски пилят, вы знаете, смола выступает. И в этой смоле они определили микроскопические, космические частицы. Есть фотографии, все. Значит, вот коммерческие они есть. Был взрыв, все это вошло вот в дерево, температура была повышена, выступила смола, и все осталось. Вот это единственный пример, который можно использовать для того, чтобы сказать, что была комета. Ну, а больше вот комет реально нет в случае, чтобы можно было зафиксировать. Значит, вот это то, что касается воды. И вот на этой картинке, понимаете, показано совершенно условно, что вот есть вот эти планетеземали, вот запомните это вообще слово, все, из чего Земля образовывалась и другие планеты. Это обломки всякие, но сначала это был газ, потом микроскопические частицы, потом больше, больше, больше. Вот все они называются планетеземали. Не планетом, о планетеземалии. И вот планетеземалии внешнего, вот синенькие, они водяные, то есть там больше воды, а внутренние, они сухие. Ну, так изображают. Может быть так, а может быть и не так. Что дает нам вообще, что такое океан? Вот смотрите, это на 72% поверхности Земли определяет климат, экологические системы, пищу, лекарства, минеральные ресурсы, ну, дальше там, вот транспорт, геополитика. Сейчас океаны бьются, настройки, ну, еще не настройки, но бьются. Вот, не дай бог, вот это вот это. Весь океан уже поделен на участке и Тихии, и Атлантика. Почему я расскажу чуть позже. Ну, военно-морской флот, а катастрофа, это цунами, которые на нас часто обрушиваются. Ну, вы видите, океан дает седьмую экономику миру в целом. Это не надо даже, ну, взаимодействие океана. А вот, это знаменитая, так называемая, гипсографическая кривая. Да не ходите туда, идите сюда, садитесь, вон пустят, что, садитесь, садитесь сюда, а то там сквозь стенку скоро пройдет. Место едешь. Эта кривая указывает, что в среднем высота суши 300 с небольшим метром, а средняя глубина океана 3800. Знаете, океан намного глубже, несмотря на то, что это 0,02%, по массе, океаны глубокие все. И вот, я когда учился еще в старом здании, у нас для психфак, геологический какой-то, висели карты, где океаны были просто блюдцы вот такие, и только из некоторых горова возвышались, ну, Гавайи, Канары, там, Святой Елены, а остальные вообще блюдцы обратно. сейчас это полностью изменилось. Значит, вот, значит, профиль любого склона, ну, континентарного склона, видите, он всегда, ну, поставит такая вот схема. Значит, у нас глубины до 200 метров это шельф, шельф по-немецки полка. Вот эта полка, она иногда это 200 метров, иногда высокий шельф 300 метров, но не больше. И вот шельф это сейчас основное яблоко раздора геополитическое. Все добывают в них только на шельфе. Вы же не пойдете глубоко туда, не поставите бетонные эти стояки, на которых платформа делается. А потом идет континентальный склон, это вот Атлантик вот так выглядит. А потом идет Абиссальная котловина. Абиссус это глубина. Абиссальная котловина. А дальше идет вот Срединноокеанский хребет. Ну, тут вот несколько иллюстраций. Вот, понимаете, значит, в океане есть осадки, но где они? Они только вблизи побережья. В Абиссальных котловинах осадков практически нет. Вот мы рассмотрим железо-марганцевые конкреции, которые образуются миллионы лет. Они лежат на дне и не покрыты ничем. Нет осадков накопления. Все осадки около устьев реки. Вот то, что академик лисицын, известный океанолог, ныне живущий, он назван маргинальными фильтрами. Вот именно здесь скапливается весь растительный детрит, из которого получается нефть. Вот 4 миллиона лет назад, ну, 3 миллиона лет назад, Волга впадала в Каспий в районе Баку. Каспий не было, а было только южная ванна Каспий. И вот в районе Баку, Волга, Дельта Волги, которая сейчас в Астрахани, она сгружила весь растительный материал, растительный детрит, который стал основой для месторождения нефти. Я когда, а, смошил Ланхуду с русской равнины, я когда в Баку выступал, я всегда говорю, что ж вы нашу нефть качаете, как ваша, я говорю, снос пришел от нас к вам, вот и принес эту нефть. А там мощность осадков нефтеносных 7-8 километров. Дельта, колоссальные осадки. И вот все скапливается там, уси Абин, уси Лены, уси Печоры, ну, Колымы, там, Яны, Индигирки. Это все вот этим оригинальный фильтр. Вот там весь смысл осадка накопления. И вот два слова о той фауне, которая есть в океане. Вот понимаете, верхний слой воды называется эвофатическая зона. Это зона, освещенная солнцем. Это не больше 100 метров. дальше идет полный мрак. А вот в этой эвофатической зоне наверху там обитают планктон, который пассивно переносится волнами, и никто, который плавает. Вот вы все никто, поедете на море, будете плавать, вы есть никто. Киты никто, рыбы никто, а другие все не могут плавать, они только переносятся ветром, течением. И вот это основа для осадка накопления. Есть фитопланктон и биопланктон. Био это вот форминиферы, у которых скелетик, это же маленький такие миллиметровый организм. У них из кальцио-3, известняка. А радиолярия у них СИО-2. И они непрерывно отмирают и падают на дно, и вот это отмирание, оно сфиксировано. Те, кто в батискапы погружаются и видят, как дождь идет, как снег. Вот этот снег называется сестер. Вот этот сестер, он непрерывно, но не все доходят до дна. Тут я не буду вдаваться в детали, но смысл-то в том, что ну сейчас мы посмотрим некоторые сведения о воде тогда станет ясно. А вот внизу это все бентус. И бентус намного больше продуктивности, чем планктон. Бентус это все, что там на дне. Морские звезды, ежи, кораллы, которые есть. Некоторые сверлят дырки. Вот мой, видите, классический рисунок, классический. инфауна, когда они сверлят камень, там живут. И продуктивность бентуса, она я тоже цифру помню, по-моему, двенадцать восемь процентов по отношению к планктону. Но планктон это важный. Все известняки, которые у нас есть, вот на горах Ленинских, там, где железная дорога идет, еще я студент, мы практику там проходили, там ображения были, верхний мел. Это известняки Белго, чистейший известняк, коколита, фариды, это все продукция океана. Но море было мелким, ну, как у нас студенты пишут, море было теплым и заселено богатыми животными. Вот это теплое море с богатыми животными, вот оно и дает продукцию, белый пищемел. Вот вы журналисты, да, надо вам подарить, я написал уже два издания книжечки, выдающие изречение студентов геологического факультета. Ну, это классика, конечно, понимаете, это, ну, не обязательно быть геологом, да, но прекрасное выражение есть. так так вот, это теплое море, которое было населено богатыми животными, вот они действительно и давали вот эту продукцию. Все их лесники это результат действия вот именно биопродукции. Вот если мы посмотрим на первичную продукцию фитопланктона, вот обратите внимание на черную, это наиболее продуктивно, это больше, сколько, больше 800 миллиграмм органического углерода в сутки холодной воды, и вот в этих теплых водах там продуктивность совсем умная. Вот это биомасса просто, миллиграмм на кубический метр. Вы тоже видите, что это холодная вода в основном. При Антарктической и вот там к северу от Исландии, вот в этих местах. Вот Вернадский, который работал в соседнем здании через дорогу, через бывшую улицу Герцога, бывшую Никитскую улицу Герцога, опять Никитская. Он сказал, что живые организмы это главный фактор миграции всех химических элементов в биосфере. И это очень важный понимать. Потому что вся химия вод мирового океана это химия именно населяющих воду этих организмов. Так, мне надо быстрее. Ну вот, кораллы, атоллы, это их очень много в западной части Тихого океана. А был вулкан, вулкан выступал из воды, он стал разрушаться и погружаться. Вот когда он разрушается, образие морская его режет, так, плоская вершина называется гайот. Вот эти гайоты, они характерны, а вокруг их начинают расти кораллы. Кораллы могут только на глубине метров двадцать пять вот так растут. И они растут, растут и выходят на поверхность. Вот коралл, такой атолл, который образуется в центре лагуна такая и кругом этот коралл. Несколько слов о составе. Газы понятны какие, кислород, растения все, фитопланктон, углекислый газ, а состав океанской воды это сон тридцать пять и четыре десяток промилле. Промилле это значит одна на тысячу. Ну то есть в литре воды вот тридцать пять грамм соли. А вот в Мертвом море вот я не мог плавать там на груди, потому что выталкивает тебя, разворачивает триста семьдесят пять четыре грамм на литр воды. Понимаете? Вот растворите в банке полкило соли и узнаете какая вода в Мертвом море. но в основном это значит натрий хлор. Ну понятно. Температура. Вот важно, что все океаны холодные и только несколько процентов восемь-семь теплее, чем десять градусов. а вот на дне там везде температура плюс два, плюс один. Вот эти градусы. Вот такой есть термин термоклин. Это резкое изменение температуры в верхней части океана. Ну, вам это не обязательно. Плотность. Ну, естественно, что на глубине плотность больше. И это очень важно для течения, потому что не может вот холодная, скажем, соленая вода быть на поверхности. Она уйдет вниз, а наверху будет более теплая, менее соленая. И давление. Одна атмосфера на 10 метров. Вот кстати, когда вы будете на море, не опускайтесь так свободно на 10 метров. Это не так уж много. Вот так унырнуть можно. Но когда будете выныривать, вы получите кессонную болезнь. У вас азот закупорит сосуды и, как говорится на английском языке, будет полно кирды. Вот кирды криво на такие случаи были. Нельзя так глубоко нырять. Ведь водолазы поднимают очень медленно, чтобы у них равнялось давление постепенно. Ну вот видите, вот это все связано с растворимостью тех организмов, которые попадают вниз. Ну вот тут только просто пример. Что это такое? Это плотность. Ну сами понимаете, что они более плотные в северных широтах и в южных высоких широтах, около Антарктиды. А вот например Атлантика видите, наиболее плотный 279 там где 27 даже это на большой глубине, а на поверхности вот 26 будет плотность стать дровой. Ну вот это тоже плотность. И вот течение. Вот течение это очень интересный элемент. Вот все течения в океанах в северном полушарии идут по часовой стрелке. Это закон. В южном все против часовой стрелки. И это все связано с так называемым ускорением кореолиза или силой кореолиза. Значит смысл в том, что любое тело, которое движется в какой-то среде водной, всегда в северном полушарии будет отклоняться вправо. Вот возьмите Волгу или скажем так меридиональные реки, которые текут. Ну вот Волга течет с севера на юг. Ну грубо. Какой у него берег приглубый и какой подмывает сильнее всего? Правый берег круто, левый берег это абсолютно наравнивый. Почти везде. Значит вода движется, земля обращается с запада на восток и подмывает с правой берега. А если река течет на север, подмываться будет левый берег. Но тут нет берега, тут вода, но она движется, поэтому она вот так распределяется. Но это примитивная схема. На самом-то деле гораздо сложнее. Вот есть такой процесс. Да, ну вот на правом нижнем слайде вы видите холодная вода внизу, выше теплая и вот такое течение. Вот что из этого следует? Что вода в океанах стратифицирована. Что это не просто вода вот так кастрюлю налили и все. Она вся расслоена. И вот эта расслоенность играет очень большую роль. И перемешать ее вы не можете. Нет такой ложки, которая бы сбаламутила все это. Не получается так. Вот холодная вода стремляется вниз. Естественно сверху будет теплая, но иногда холодная вода поднимается вверх. А холодная вода она насыщена кислородом, а раз кислородом насыщена, то значит там корм есть какой-то. Вот например на побережье Южной Америки, Перу и Чили есть холодное перуанское течение. И обычно это холодное течение поднимается вверх, вот на левом слайде верхнем, и уходит в океан. Этот процесс называется апвелик, он очень важен. Ну сам понимает, вверх вода идет, и поэтому здесь изобилие корма для рачков таких мельчайших. А рачками в свою очередь питается рыба. Любимые вами анчоусы, которые по-русски будут хамса. Не килька, а хамса, еще мельче. И этих анчоусов миллионы тонн. И недаром там пасутся корабли всех стран. И наши тоже ловят этих анчоусов. То, что у нас в магазине продают анчоусов, это никакие не анчоусов, это наши анчоусов, скажем так. А название анчоусов. анчоусов. И вот вдруг в какое-то время вдруг вот эти фитопланктон вот этот исчезает. Рыбке кормиться нечем. Анчоусы уходят. Это катастрофа. А что происходит? Это знаменитое течение Эль-Ниньо. Но Ниньо это мальчик. Вроде подразумевается Христос, потому что родился в январе течение это отметили. Значит, в океане есть пассатные течения. Северо-восточные и северо-западные. Вот к северу и к югу от экватора. Эти ветры постоянные. Никакой бы Колумб и Магеллан были, не приплыли в Америку если бы не было этих пассатов. Они попадают в пассаты и идут до Америки. И течение значит экватор вода теплая. И вот все эти пассаты отгоняют воду. Так что на западе Тихого океана вода в принципе выше чем на востоке. Как бы вот такой уклон есть. И вот Апвелинг около Перу холодная вода анчоусы все нормально. Но вдруг ослабевают ветры и вот этот перекос начинает изменяться. И теплая вода идет к берегам Америки. Теплая вода организмов нет, рыбки питаться нечем, анчоусы уходят, катастрофа. Меняется климат в прибрежных областях. Даже не только здесь, и в Африке. Вот видите одно течение вот это Эль-Ниньо оно сейчас оно урубит опять. Ну вот это просто картинка то же самое показывает. Вот это компьютерное заворожение. красная это теплая вода. Не должно быть теплой воды, должен быть обвелинг. Холодная вода, а тут теплая идет. И вот так выглядит течение. Видите в океанах. Ну синяя холодная, а красная теплая течение. Ну вот знаете, картина очень сложная. в ней так, понимаете, без пол-литра соленой воды не разберешься. Надо очень внимательно рассматривать все это. И вот на некоторых я хотел бы остановиться. Но вы сами понимаете, что холодное течение вокруг Антарктиды, это пано-антарктическое течение, сейчас мы вернемся и холодное на севере, вот около Гренландия. И вот наш любимый Горгстрим. Вот понимаете, это течение, которое начинается где-то в Антильских островов. А какой крупный остров в Антильских островов это? Куба. Жаль. Наши не отвечают. Геологи. Вот один журналист ответил. Это хорошо. Вот из Мексиканского залива вот эта теплая вода огибает наш посок ускорение Кориолеса работает, движение это идет и отклоняет вправо. И вот эта вода идет огибая значит Скандинавию и доходит до Мурманска, так как у нас вода не замерзает в море. В Мурманска там побережье Кольского полуострова. А вот севера к западу от Гренландии есть холодное лабораторское течение. И оно доходя до Гольфстрима подныривает под него. Оно уже более плотно вода подныривает под более легкую. Так вот сейчас вроде по наблюдениям разница в температуре почти сравнялась. Но все-таки она есть, но она очень маленькая. А теперь представьте себе, что она равняется. И что будет? Лабораторское течение упрется в Гольфстрим, и все, Гольфстрима не будет. И вот тогда мы замерзем, а не так будет, как сейчас. Тогда никакие циклоны Северной Атлантики уже сюда не пойдут. Вот это проблема. Понимаете, данные, я не знаю точных данных, но разные данные, то ли температура в Гольфстриме увеличивается несколько по одним данным, по другим лабораторское течение становится более теплым, по другим они почти одинаковые, но пока еще лабораторское течение ныряет вниз. Вот видите, на нижнем слайде показано, а что может быть. Вот тогда лабораторское течение пойдет в район Скандинавии, вот там и все, и будет полная зима. Но ведь такие похолодания наступали. Вот вспомните картины извините, извините, ради бога. Еще не выключаюсь. Сейчас выключу где-то безрулево. напишу. Ух, как шумно. Вот понимаете, это большая проблема очень. и вот эта проблема, она пока не может быть решена. Вот видите, это самое мощное теплое течение. Видите, в одну секунду перекачивает это течение 83 миллиона тонн воды. А возьмите Амазонку, самая большая река на планете. Она только 220 тысяч тонн. Насколько мощное течение. Цирку Антарктическое течение, оно еще более мощное. Но течение это корстрим, оно узенькое, 100 километров. Ну 120, может 130. Водовороты там крупные, вот так как река течет. А длина 10 тысяч километров. Но именно это течение определяет все. А вот вспомните картину, я начал говорить там этих голландских Брегеля, старшего Брегеля, младшего, 17 век, 16 век, все катаются на коньках, на каналах. Все замерзает. А я вот в компанию Shell часто ездил, в Гаагу, и январь, розы растут, какой лед, она же близко нет этого. Вот менялся климат, и очень сильно менялся, мы это посмотрим. Значит, Гольфстрим определяет климат и жизни Европы, это такой конвейер тепловодный, который смещает все. А вот смотрите, интересно, изотерма января. Вот я же не просто пришел, у меня есть этот как он называется, указатель куплен продуктовый пятерчик, а он на километр бьет, может на самолет. Вот смотрите, вот изотерма, вот изотерма говоря, Исландия, Норвегия, Швеция, Европа и Крым. Вот не было бы Гольфстрима, у вас было бы тут минус 10, минус 5, шли бы изотермы. Вот все вот это, и Европа вся теплая, она именно из-за этого теплая. Понимаете, вот это течение определяет весь климат наш, и это очень важно. А вот теперь еще одно мощное течение, вы видите, оно более мощное, чем Гольфстрим. Вокруг Антарктиды 200 миллионов тонн воды каждую секунду. 200 миллионов тонн воды. Но все это движет со скоростью 16 лет вокруг Антарктиды. Но вот я сейчас хотел вам показать, что было впереди. Вот. Посмотрите, вот тоже интересно с точки зрения геологии. Когда возникло течение? Оно возникло тогда, когда материки отделились. Видите, 200 миллионов лет назад у нас был единый материк, Пан Гея. Гея – богиня Земли, Пан всеобщая. И была Панталаса, всеобщая океана. И вот началось расхождение. Вот видите, Австралия, там, Южная Америка, они, значит, стали отделяться. И только тогда возникло течение. Вот его же не было до этого. Вот, видите, оно возникло вокруг. Несет колоссальное количество воды. А раньше бы те реки запрещали, оно не могло возникло. Это вот следствие новой глобальной территории, новой парадигмы. Вот, а, а вот это, раз пришло, это северный ледовитый океан. Вот, вы, может быть, я не знаю, знаете вы о Папанинцах, нет? Да. Герои 12-ти Папанинцах. Да, но вот видите, как вы молчите большая часть. В наше время это Папанинцы были настолько модные, что детей называли, например, Лапанальд, лагерь Папанинцев на Льдине. О, Юж Минальд, от Юлевич Митт на Льдине. Ну, это было достижение полного. А в 37-м году высадили на Северном поле все. Высадили-то высадили. Понятно. высадили четверых Папанинцев и они продрифовали. Поскольку дриф вот видно, тут как лед идет, вот сюда и Льдина стала таять вот здесь, около Гренландии. Тогда послали теплоход Ермак был, значит, он их спас всех. Ну, по этому поводу много всяких есть историй. Ну, их же было четверо. А, значит, Папанин, Шершов, Кренкель и Федоров. Кренкель был радист, он был эстонец, но он был беспартийный, вроде бы, а все остальные партии. И когда было закрытое партсобрание, его выгоняли из палатки, а палатка одна была. Он ходил вокруг палатки, а потом решение закрытого партсобрания передавало озвуку морзу на сушу. Ну, интересный случай. Ну, вот видите, наш непрерывный рейф идет. А вот Шершов, бедный, он был океанолог, и он должен был мерить глубину. А как мерить? Приборов не было, кроме лебедки. А там глубина 3 километра. Ну, попробуйте вращать лебедки. У меня колодь в деревне 16 метров, и то мотор поставил, чтобы не вращать. А тут 3 километра. Ему все помогали, и открыл хребет водоноску. Даже с помощью такого метра. Вот видите, океаны. Сейчас я вот это перерисую. теперь вот такой процесс, который важен. Вы понимаете, вода ни по составу, ни по объему за 500 миллионов лет не менялась последним. Но почему состав не меняется? И значит, сколько в одном месте чего прибудет, другому будет. Основатель нашего университета КАЗ сказал, сколько в одном месте чего будет, в другом присоокупиться. Так вот, это равновесие, оно соблюдается, и соленость одинаковая. Казалось бы, должна меняться. Она меняется, но там, где реки впадают, в Северном Ледовитом океане много рек, там вода более пресная. Но еще есть вода, уровень, который колеблется сам по себе. Вот это колебание называется эфстатическим колебанием. И это эфстатическое колебание, оно связано с разными причинами. Вот обратите внимание на вот это резкое повышение уровня океана в меловое время. Ну, мел это по абсолютной шкале, это примерно 80 миллионов лет вот тому назад и выше. Почему вдруг океан повысился и стал наступать на низменные участки? Вот почему море верхнего мела, позднего мела дошло почти до Москвы? А потому что росли среди океанских хребтов, и они вытесняли воду. В это время началось раскрытие океана. А вот в Олигоцене море упало, а Олигоцен ну, в 30 миллионов лет. Вдруг резко упал уровень океана на 300 метров примерно. Почему? Образовалась Антарктида, ледник. Лед отобрал воду из океана и уровень упал. И вот четвертичное время вот здесь наверху. Вот то больше, то меньше, то больше, то меньше. Последнее леденение Валдайское это 18 тысяч лет назад. Конечные гряды этого ледника стояли в районе середины Росташков здесь и уровень океана был на 100 метрах ниже. Недаром сейчас Шерфи Баренцево море, Карского моря, Лаптево мы видим следы этого ледника. Там не было моря в то время. Оно упало. Вот такие колебания называются эфстатические. Вот видите, просто вам пример. Вот Каспий был всего в третьем веке до нашей эры. Вы видите, он занимал почти до Волгограда. А еще раньше море было до набережных Челнов. Там фауна морская найдена возражение. А потом море вот при оцене до этого еще оно скукожилось вот до вот только вот такая была падена. И Волга впадала вот здесь. Вот видите, вот такие колебания собственные, они очень важны. Два слова о Илье Федна. Вот это мой однокашник Дмитрий к сожалению умер. Он опускался в аппарате МИР, который стоял вот тут в музее. Что-то сейчас там ремонт, что ли? Он стоял в музее геологического губернатского территории университета. Вот видите, это он рисовал сам. Как будто снег. Вот это и есть сестер. Вот тот дождь из хауны, который идет. Он нарисовал так вот это рифтовая долина. Значит, во всех океанах вот такие грибты есть. Где-то тоже, понимаете, ну, невозможно всего в одну лекцию. У меня то, что я вам рассказывал занимает 160 часов. Ну, а вам за час. Понимаете, в 63-м году была впервые опубликована карта океанского дна. Это Мэри Тарп американка, она картограф и хизн океанолог. И эта карта, она произвела такой форум неизгладимое впечатление на всех. Никто не ожидал такого религии вообще. В океане оказались хребты, которые высотой 2-3 километра. По оси хребтам ущелья рифт, рифт паден. Ну, по-английски рифт, это вот мы с вами разругались, между нами рифт будет. Вот рифт и такие разломы поперечные, которые смещают все. Это надо было объяснять. А почему рельеф такой смогли его нарисовать? До войны был изобретен эхолот, прибор, который на каждом корабле ставили, и он автоматически записывал глубину. Ну, звуковой сигнал идет до дна, отражается, вводится поправки на плотность, все, и получается глубина. Все корабли были оснащены, 10 тысяч кораблей потопили, но 10 еще осталось. С них вот сняли все эти данные, на 1963 год, война откончилась в 1945, и вот благодаря этому составили карты. Эти карты были, конечно, сейчас совершенно необычные. Вот посмотрите на Атлантик, вот этот хребет, который идет по оси, вот он, рифтовая зона в центре, и разбит вот такими разломами. Это тоже нам было объяснение? Объяснений не было. И вот тогда, ну вот так примерно выглядел вот этот океан Атлантика, но установили, что океаны расширяются, и самая древняя кора океаническая, которую определили в океанах, это сейчас 170 миллионов лет. Это Юрак. И древнее коры нет. А на Сушу у нас породы миллиарды лет. У меня на столе там кусочек лежит, 4 миллиарда лет. Канада на Иса Акаса. А тут не древнее 170 миллионов лет. Значит, океаны молодые все. Значит, они расширяются. И этот процесс назвали спредингом. Спред расширения растекания. Ну хорошо, на что, земля расширяются все. вот тут пошли всякие. Значит, надо было видеть. Мне повезло, что я вот эту битву с кабардинцем наблюдал, понимаете, лет 15. У нас с трудом проходила новая идея. Никак не могла быть. Тоже интересно. Есть великолепная книжка Тони Хеллама, профессора Бирмингемского университета. Я его приглашал. Книжка называется The Great Geological Controversies. Великие геологические споры. Она есть на русском языке. Прекрасная. Там все описано вот эта борьба. Борьба идей. Ну у наших дискуссий вот сейчас дискуссия по крайней мере в геологических кругах на конференциях она выпала вся. У нас дискуссия только ведется по двум направлениям. Почему вы не поспорите если взгляд совпадает. А второй диплом дурак в общем думает не так как я. Все. Вот больше дискуссий нет. Чтобы оценить доводы оппонента привести свои дни. Дурак же ну что у меня совсем не так. А вот тут понимаете вот это была борьба и борьба страшно интересна с точки зрения философии развития парадигмы. А парадигму термин ввел этот кун философ. Значит это новая идея новая теория возникает когда появляется новая данная которая не вмещается в старой. Вот эта парадигма тектоники летосферных плит она была классическая. Ну вот сейчас видите как с помощью всякой техники мы видим что творится на дне. И теперь вот несколько слов о изучении дальше океанского дна. Вот у нас был очень большой флот исследовательств. В время сейчас осталось два корабля. Денег нету все я вот недавно выступал в институте океанологии там всех волнует Атлантида. Где это Атлантида? По-моему это остров Санторин в Игейском море. Ну здесь она была вообще. Ну так вот кораблей почти нету. но вот этот бадискат который здесь он стоял в музее у вас пасет мир начали опускаться на дно и бурить глубоководные скважины. Вот бурили скважины из корабля это не то что на суше. На суше поставили вышку пробурили 20 метров подняли эти трубы вынули керн ну то что выбурили отложили привинтили новая труба опять опускают все ясно. А в океане глубина 6 километров корабль стоит опустили пробурили в дырку потом подняли корабль на месте не стоит его все время строят ветром течением вот было два корабля то есть они и есть это последний да Джойтас Лизолюшин американский а до этого был Гломер Челленджер это очень сложная система у него вот не два винта сзади а вот с боков винты с носа винты сзади винты и все это ориентировка ЧПС вот стоит и все это ветром отнесло в эту сторону тут же включаются эти винты автоматически его относят сюда отсюда снесло эти включаются относятся в общем он стоит на одном месте потом опустили в гур пробурили а теперь надо попасть в эту дырочку размером 20 сантиметров попробуйте вот я студентам говорю возьмите нитку иголочку и тут один миллиметр у вас попробуйте попадите в один миллиметр никогда не попадете она все время будет ходить у вас поэтому здесь сделали специальное предпособление воронку такую поставили сонары локаторы бокового обзора и на буре и там и в общем они ловят и можно попасть в склажину вот сейчас пробули на по-моему 1500 а может 1600 1400 было глубоководных скважек но они проникают пока километры надо глубже нет и может быть и есть где-то я просто последних цифр не знаю потому что материалы раньше мы вносили там по 2 миллиона или по 3 в общий котел и нам давали все книги такие голубые они все частные носят и ничего не дают естественно но с помощью вот этих скважек и с помощью батиска были совершенно открыты уникальные вещи вот в рифтовых зонах открыли так называемые black smokers черных куринчиков вот выяснили что вот на глубине имеются выходы вот такого черного дыма в кавычках а это руда готовая у которой температура вот здесь температура вот здесь температура плюс 375 плюс а вот здесь температура плюс полтора понимаете и вот эти черные куринчики они таких в виде вот труб ну труба в камине чемния по-английски вот их так называют каминными вот трубами идет вот дым мало того вокруг них этих вот труб совершенно необычная фауна вот это красные вот такие это поганофоры ну черви лекочные черви причем когда рука из батискапа к ним прикасалась они сразу убирались ну живые естественно вот вот видите чимни вот эти вот вы видите вот такой чимни и вот и массив это все руда это железо марганец вот так рисунчик вот так он выглядит видите вот это чимни вы видите а вот на склоне вот такие наросты очень похоже ну на берете чага и знаете вот такие куски точно так но это бактериальные маты так называемые вот кругом эти висиментиферы а внизу вот такие крупные белые тонкостенные раковины калиптогены они большие ну я видел привозили ну очень тоненькие вот устрицы ну вы каждый вечер видите устрицы так вот устрицы-то толстые почему они в прибрежной зоне там течение мощное приливы отливы а здесь очень тонкие течения ничего нет и вот это было открытие почему потому что это руда как она образуется вот смотрите на этой схеме видно рифтовая зона внизу магматические очага вода просачивается отдает какие-то элементы приобретает и выходит на поверхность океана на дно поверхности океана и дым идет а вот эта желтая это готовая руда отложена опусти грейпер туда черпай и вези на металлургический завод и уже океан весь разделен все мы тоже там захватили какие-то участки но пока денег нет и вот другое но океан усилена железом арганцев и конкретств вот это готовая руда вот это прямо можно везти на металлургический завод посмотрите вот это размер ну метр на полтора они все размером в кулак ну чуть побольше чуть поменьше и вот эти конкретции вот они усеивают вот так ноль посмотрите вообще сплошняком лежат вот они так выглядят вот такие обычно желлокообразные а вот их разрез ну как дерево то есть они растут в течение миллионов лет и не покрыты никакими осадками это тоже вот парадокс понимаете но ну вот тут рука такая из-за скафа вот вывалили эти конкретцы вывалили готовую руду понимаете ну вот это вот достали уже были пробное значит набирают вот Грек такой экскаватор вот так зачерпывает на баржу и везут на завод и идет плавка все труда есть вот видите вот на этой схеме марганцы 15% и железо до 17% ну что еще надо ничего не надо больше а вот теперь нефть в океанах ну нефть это наше все сегодня баррель уже стоит 41 доллар а не 20 но скоро он опять пойдет вниз тоже ясно вот видите вот эти плавучие острова целые которые для добычи нефти но они несут очень большую опасность вообще строительство их тоже очень сложно я был в Норвегии в Ставангеле и уже меня как бы загрузили в спасательном железе на вертолет лететь на вышку но сильный ветер отложили они на глубине 100-150 метров много стоит выше вот вышка ну все хорошо понимаете а вот теперь на вышке возникает пожар и не раз пожары эти были а посмотрите кругом вышки вот эти пятна это нефть и вот убрать эту нефть это так просто не получится значит то что много всего понимаете а с точки зрения экологии это катастрофа недаром Гринпис все направляет корабли на эти вышки и сгоняют и мы сгоняем вот видите еще это по-моему Мексиканский залив я прошу вас не пугать вот еще лучше вот видите она валится вот загрязнение где-то где будет это а что все заело кто знает почему у вас телефон не позвонил она из-за всего алло у меня лекция идет сейчас я не могу говорить позвоните через час ну вот ведь это вот нефть которая издевается она через какое-то время осядет на дно в виде гудрона такого но прежде чем оно осядет вот видите к чему это все приводит вот на левом нижнем славке видите красивая волна на которой вы бы хотели на досках это виндсерфинге кататься но я бы вам не советовал все будете перемазаны в этой нефти вот птичку жалко видите а вот тут устрицы краб какой-то и вот волны видите это катастрофа и это связано поэтому против бурения на шельфе всегда идут большие протесты ну значит надо хорошо бурить чтобы не было такого но взрыв и пожар на скважина в Месиканском заливе это крупнейший был пожар но он необычный был понимаете не все можно предугадать и вот другое загрязнение океана вот на левом нижнем славе вряд ли бы сюда было вот поехали купаться понимаете и таких участков огромное количество вот в центре Атлантики есть огромное пятно мусора мусора с кораблей отовсюду оно как-то вот Гарпстрим оттесняет вот такое крупнейшее пятно а вот бедный сидит на лодке видите и пытается что бутылку собрать что ли там воды-то не видно уже никакой но это реальная сидит ну и вот сейчас я окончаю вот волна красивая видите ну вот цунами цунами по-японски двори а переводится по-русски как большая вода в мелком заливе от отцу на а почему так а потому что если берег мелкий или как говорят отмелый волна приближаясь к берегу она начинает расти а почему начинает расти а потому что а потому что вот здесь скорость больше а здесь скорость меньше а трение одно и волна вырастает но волны цунами обычно 2 метра 3 4 10 15 но самая большая волна зарегистрированная не поверите 547 метров такая же как Останкинская башня вот как если бы были в армии вам бы сказали рядовой Петро даю угодную на вас идет волна 500 метров ваши действия и все и действия никаких не предпримите а где такая волна была это на Аляске бухта Литуя там произошел обвал горы из-за землетрясения гора упала и волна 500 метров высота по запрессу бренную определили ну а так тоже в 30 метров это вот выше всего этого тоже мало не покажется цунами ну вот тут показано почему возникает цунами потому что вода не сжимаемая жидкость если у вас в океане произошло смещение то над этим смещением на поверхности будет купол воды купол потом разобьется и кругами пойдут волны во все стороны и вот они идут идут и приближаясь к отмелому берегу они вырастают и обрушиваются на этот берег вот 2004 год в Хукет в Индонезии когда погибло 400 тысяч 400 тысяч и на Цейлоне Шри Иванки и даже в Сомали война доходила волна доходила понимаете она вот по берегу начинает вырастать и вот скорость движения в океане она километров 700-800 как самолет летит и вот видите было землетрясение около Японии и вот через 20 часов с лишним оно только дойдет до Южной Америки и наоборот когда будет в Чиле землетрясение а такие были волна доходит через сутки до Японии а там никто и духом не знает что волна идет понимаете ну вот это четыре волны которые разрушили Фукусима в Японии не Фукусима а Фукусима они произносят это 2011 год там атомная станция значит оно не разрушило станцию но с водой там было плохо охлаждение четыре волны было они небольшие были волны но привели вот к такому понимаете интересному событию когда берег очень низменный там берег буквально метр два даже не достигают вот такой коктейль никс ап из самолетов машин бревен из всего это это еще не такое большое цунами было понимаете ну вот это на берег как воздействуют волны это корабли а вот это сейчас понимаете дрифтер это такой прибор который плавает его опускает который дает все сведения от течения температуры составе воды посмотрите какое-то количество до глубины два километра четыре тысячи и они все плавают и дают картину всего что в океане есть и вот теперь значит температура вот понимаете температура растет растет СО2 растет вот содержание метана повышается уровень океана но это было всегда и мы знаем много периодов когда повышалось понижалось но что пугает сейчас всех темп вот темп очень большой вот тот который не был раньше вот смотрите температура воздуха за последние 40 лет 0,5 градусов а в Москве это почти градус но Москва на городах крупные города все они покрыты куполом аэрозоли и температура там всегда больше чем рядом скажем загород будет и дальше в Москве будет больше всегда понимаете вот на этих вот графиках видно как все лезет вверх за что у меня не надо было в продовольственном магазине то есть то нет вот понимаете вот так все вот это опасно вот это вверх идет все волнуются насчет скорости значит подъем уровня океана что будет что будет если океан поднимется на метр да он затопит все наши нефтяные месторожили на Ямале на Печоре и так далее половина Англии будет в воде понимаете понимаете а эта тенденция она сохраняется все время ну просто вот видите как кривая идет вверх вот это необычно а вот температура посмотрите за последние 30 лет вот для Москвы вот видите красное насколько превышение идет раньше такого у него а вот синие похолодание было а вот даже я помню 50-е годы в Москве 40 градусов было 40 я сам блокадник Ленинград ну Ленинград сам у нас вот 30 градусов в 41 году это как 50 когда очень холодно недавно в газете прочел разряд что делают чупчи когда очень холодно они идут в ярангу и садятся вокруг свечки а что делают чупчи когда очень и очень холодно они зажигают свечку судя по тому что вы не смеетесь и все не буду уточнять но свечку зажигать вот понимаете вот таких вещах получается не очень температура растет но в чем причина вот это основное вот понимаете ну тут я не буду на что влияет но вот климат это не погода климат это статистика погоды а вот смотрите концентрация СО2 почти за миллион лет потепление похолодание потепление похолодание все идет путем климат уровень океана тоже поднимается видите 3 миллиметра в год 15 лет это много вот говорят этот год был самым теплым с какого-то года наблюдения но и полушария северного в отличие от южного в Антарктике не так теплее там даже ледники наступают вот эта вся проблема похолодание потепление она во многом еще спекулятивная я вот в жиле потратил деньги купил книжку Альберта Гора бывшего вице-президента насчет потепления но это чисто экономическая книга понимаете там чистой экономики там ничего нет вы помните ну хотя бы не помните 70-е год озоновая дыра в Антарктиде но такой шум везде был а кто инициатором все было фирма Дюпон почему она заменила все фреоны которые были в холодильниках и вот пшитка женщин все люди пшитка с чем-то все изменили вот состав который производила фирма Дюпон а остальные все закрыли вот понимаете и об озоне все молчат у нас всегда в Сибири зимой дыра озоновая наша вот дыра там единицы Добсона измеряют чуть-чуть меняется а этом опять нормально все ну вот все видят понимаете большее изменение ну вот рост тут глобальное потепление вот даже радиация солнечная ну вот это смотрите вот Москва по часам вот красная на поверхности а синяя это верх атмосферы видите как меняется эта радиация а вот что достигает земли как влияет углекислый газ и метан а почему метан все вспоминают у нас же ну как говорится в кавычках вечная мерзлота криолитезона 67% территории России вот она вроде начинает таять а вот если она будет таять сильно метан оттуда пойдет немедленно и тогда это дополнительный газ который нам совершенно не нужен облачность ну вот это мне понравился снимок смотрите это натуральная луна на фоне земли это не копейка какая-то снятая с дискабери точка лаграмм что-то есть она полтора миллиона километра от земли но вот так луна на фоне земли выглядит ну луна приливы ну еще луна начнется а приливы идут ну просто я демонстрировал видите вот прилив пожалуйста вот вам прилив отлив прилив отлив а мы с вами все дважды в сутки поднимаемся и опускаемся на 37 сантиметров ну все вместе со зданием совсем твердый прилив а когда луна была ближе к земле по земле ходил вообще чуть не километровый прилив твердый а тут только в океане и максимальный прилив он 14 или 17 метров у нас самый крупный в районе Пенжинской губы в Охотском море вот это не надо выводы вот Гренландия вот тут вот видите она тает но красная это еще не растаяло это просто начинает таяние вот видите всякие айсберги но смотрите какой Гренландия даже один ледник только если растает то уровень океана поднимется на полметра а если все растает тогда все зато ну вот красивые видите все виды и вот явно что это такое вы журналисты должны быть это это и есть глобальное впечатление спасибо вам за спасибо 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 Спасибо.